РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Вами декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета, доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 7 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам с 24 по 35 стих. Давайте его послушаем. Кижда в нем же призван быть, братья. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. И благо приступанию Господи вибезмолвну. В сегодняшнем чтении апостол дает ряд советов ученикам. При этом он уточняет, что говорит от себя, а не озвучивает повеление Господне. Что же побуждает апостола сделать такую оговорку? И самое главное, что это означает для нас? Начать стоит с того, что 7 глава 1 послания к Каримфинам посвящена браку и супружеским отношениям. Несмотря на то, что апостол пишет бывшим язычникам, он, естественно, транслирует общебиблейское отношение к браку, которое представляет собой исполнение заповеди Божьей. В то же время его точка зрения сложнее, чем ветхозаветное, потому что иудеи вступали в брак только с иудеями, а апостол писал послания тем, кто обратился из язычества и оказался в довольно сложной ситуации. Далеко не всегда люди принимали христианство семьями, и часто браки были смешанными. Кроме того, ситуация отличалась от иудейской тем, что с точки зрения апостола церковь вступила в последние времена и Второе пришествие близко. Понимая, что в такой ситуации семейным людям будет тяжелее, апостол говорит о девстве. При этом он прекрасно знает, насколько это не характерно для иудейской среды, и поэтому прямо говорит, что его призыв – это вовсе не заповедь, которую он получил от Господа, а личный совет, который представляется ему правильным, исходя из обстановки. Суть же в том, что наступают последние времена, в которые нет нужды совершать лишние поступки и осложнять этим свою жизнь. Тому, кто в браке, не следует искать развода, а тому, кто одинок, не следует искать брака. Конечно, ученики могут поступать по-своему, ведь брак вполне одобряем апостолам, но они могли бы сконцентрироваться на служении Богу, вместо того, чтобы тратить время на мирские заботы. Если бы слова, которые мы услышали сегодня, были единственным, что апостол Павел сказал о браке, его точка зрения была бы простой и понятной. Однако в послании к Ефесинам тот же апостол представляет брак как одну из возможностей служить Господу через служение ближнему. Нет ли в словах апостола явного противоречия? В контексте 7 главы послания к Коринфянам, часть которой мы читали сегодня, он довольно много пишет о смешанных браках, в которых верующий супруг бывает вынужден угождать неверующему. Именно это апостол называет служением миру и говорит, что оно тяжело для христианина. В свою очередь в послании к Ефесинам он говорит о браке христианском, в котором людей объединяет общая вера и общие жизненные цели. Что же это значит для нас, для тех, кто хочет жить по-христиански сегодня? Все просто. Жизненные стратегии могут быть разными. Человек может избрать жизнь безбрачную и служить ближним тем даром, который у него есть. Он может вступить в брак и служить ближнему в меру своих сил и способностей. Наши пути могут быть разными. Но выбрав любой из них, мы должны оставаться верными Христу. Апостольские чтения КОНЕЦ 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 КОНЕЦ